Причем к плечу не только на войне, но и в мирное время. Чувашская общественная организация «Доблесть» почти два десятка лет старается обеспечить ветеранам боевых действий, инвалидам и их семьям надежный тыл. На этот раз ветеран получил современную коляску. Свобода передвижений – одна из самых главных потребностей человека. Но для людей с ограниченными возможностями она зависит от наличия или отсутствия пандусов, поручней, колясок. За плечами Константина Антонова служба в Чечне. После двух инсультов он прикован к инвалидному креслу, но по-прежнему не теряет волю к жизни. В этом ему помогает военная закалка и поддержка близких. А с новым средством передвижения его жизнь заиграет новыми красками. Ну, естественно, жизнь моего мужа изменится. Он человек очень, так сказать, общительный, будет более мобильный. Жизнь моя тоже, я буду, так сказать, раньше, если эту коляску с ручным приводом могла спускать и допускать. А сейчас, я думаю, муж будет обходиться без меня, но, естественно, без моего внимания, как говорится, надзора за ним. Спасибо большое, спасибо, счастья, было бы лучше. Несколько лет семья Антоновых мечтала о современной коляске. Это стало возможным благодаря организации «Доблесть». С 2007 года она вошла в состав Международного объединения ветеранов-воин. Счленство в этой авторитетной организации нам дает дополнительную возможность помочь нашим ветеранам. Это и различные средства реабилитации для инвалидов, это и направление на протезирование, на лечение, и санаторно-курортные путевки. По нашей заявке выделили такую уникальную коляску. Хорошая погода, она может с Козловки приехать на город. Пятую скорость включить. Пять скоростей вперед, задняя. К сожалению, коляска не решает всех проблем, связанных с передвижением по городу и зданиям. В той же Козловке есть сложности с реализацией доступной среды. По возможности организации и предприятия устанавливают определенные пандусы. Значит, в организациях имеются соответствующие кнопки вызова. Все мы прекрасно понимаем, что те здания и сооружения, построенные в советское время, они, конечно, не были рассчитаны. То есть, если руководство сидит на втором этаже, построить сейчас лифт, это достаточно дорогое удовольствие. К сожалению, даже установка пандусов и поручней не всегда является гарантией удобства. Независимо от того, где они установлены, в районе или столице республики. Владимир Сурков проверил это на личном опыте. Конечно, нужно рассказывать о таких вот хороших вещах. Но мне хочется сегодня и о недостатках. Допустим, пандусы, те же самые, подняться. Это невозможно домой зайти, невозможно выйти или попасть в какие-то учреждения, организации из-за этих пандусов. Вроде бы сейчас их делают кое-где. Но вот такое формальное отношение наблюдается. Несмотря на недостатки, в рамках программы «Доступная среда» была проделана колоссальная работа. Не только жилые дома, организации, но и улицы стали для людей с ограниченными возможностями заметно доступнее. Татьяна Филатова, Арына Гавилян, Республика.